Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приступаем к обсуждению каких-то интересных тем из недельного раздела ВРА. Значит, я выбрал для разговора вот какую идею я ее назвал «Способы общения со Всевышним». Вообще говоря, напрямую со Всевышним первыми общались Адам и Хава в Ган-Эдене. Но это общение было, если можно так сказать, общение в одни ворота. Всевышний приказал Адаму и Хаве делать определенные дела в Ган-Эдене и не делать иных дел. Они там что-то нарушили, Всевышний их за это отругал. Ну, в общем, и Адам, и Хава так слегка попытались отбрехиваться от того, что на них свалилось. Но, что называется, ничего не получилось. Всевышний вынес свой вердикт. Далее Всевышний общался с Ноохом напрямую, и это общение было тоже практически односторонним. Велено было Нооху строить ковчег, он его построил. И дальше единственное, что сделал Ноох, я имею в виду в плане общения со Всевышним. Он принес жертвы Всевышнему после завершения потопа, так сказать, поблагодарил за чудесное спасение его самого и его семьи. Значит, Авраам тоже уже не первый раз общается со Всевышним. Был знаменитый приказ «Иди себе из страны своей, от жены своей, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу». Но это было тоже общение в один конец, да, или, скажем, приказ сделать обрезание, что Авраам и выполнил. И опять-таки это было общение в одну сторону. Всевышний что-то приказывает, Авраам этот приказ внимательно выслушивает и более или менее точно исполняет. Об этом мы уже говорили. Но в этом разделе мы встречаем совершенно уникальный случай. Авраам не просто слушает Всевышнего и даже не просто разговаривает со Всевышним. Авраам со Всевышним спорит. И Тора нам показывает, ну вот я бы это сказал, диалог с продавцом на рынке. То есть такой типичный рыночный базар. Я вам зачитаю этот кусок, значит, и сказал Ашем, «Вопль с дома Аморы ведь велик, и преступления их ведь тяжко очень. Спущусь-ка я и посмотрю, если как вопли его дошедшие ко мне сделали, уничтожение, а если нет, узнаю». И подошел Авраам и сказал, неужели погубишь праведника со злодеем? Может, есть 50 праведников внутри города? Неужели погубишь и не простишь месту ради 50 праведников, которые в среде его? Ну, вообще говоря, Авраам прекрасно знает, что происходит в Сдоме. И, так сказать, еще когда был диалог Авраама с Лотом о том, чтобы разойтись по разным местам земли Израиля, и Лот выбрал Сдом, а Авраам выбрал Нагорье, Хеврон и его окрестности, уже тогда, в общем, более-менее было понятно, что Авраам знает о особенностях Сдома. Момент номер один. Момент номер два. Авраам знает, что единственный приличный человек в Сдоме – это Лот и его семья. Поэтому, так сказать, количество праведников в городе Сдом, наверное, не превосходит, ну, что там есть. У Авраама, у Лота есть жена, две дочери, может быть, еще какие-то дети. Ну, в общем, где-то в пределах нескольких человек, да, может быть, меньше десяти. И, тем не менее, говорит Авраам, может, есть пятьдесят праведников внутри города, неужели погубишь и не простишь месту ради пятидесяти праведников, которые в семье его, в среде его. Значит, совершенно для нас очевидно, что этим самым Авраам пытается спасти город. И, по сути дела, спасти злодеев. И ради этого он идет на такую вот, что называется, покерный блеф. «Недостойно тебе делать такую вещь». Простите, вот эта фраза меня просто приводит в ужас, да. Тут надо понимать, к кому обращается Авраам. Да он с фараоном египетским вежливее разговаривал. Он с Авемелихом вежливее разговаривал. Сейчас он говорит на минуточку со Всевышним. «Недостойно тебе делать такую вещь – умертвить праведника со злодеем». Ну, вот в утренней молитве, там в одном из псалмов постоянно повторяется. Кто может спросить тебя, что ты делаешь? Так вот, Авраам не просто спрашивает Всевышнего, что ты делаешь, там, типа, укажи пути мои или что-то в этом роде. Нет, Авраам упрекает его, Авраам ругает его. «Недостойно тебе. Судья всей земли не сделает суда». То есть Авраам сомневается в справедливости Всевышнего. И сказал Ашем, если найду в доме пятьдесят праведников внутри города и прощу всему месту ради них. И ответил Авраам. И сказал, вот, пожалуйста, решился я говорить Катонай, а я прах и пепел. Может, не достанут пятьдесят праведников пяти. Уничтожи шли из-за пяти весь город. И сказал, не уничтожу, если найду там сорок пять. И добавил еще говорить ему. И сказал, может, найдутся там сорок. И сказал, не сделаю ради сорока. И сказал, не разгневается, пожалуйста, Адонай. И буду говорить, может, найдутся там тридцать. И сказал, не сделаю, если найду там тридцать. И сказал, вот, пожалуйста, решился я говорить Катонай. Может, найдется там двадцать. И сказал, не уничтожу ради двадцати. И сказал, не разгневайся, пожалуйста, Адонай. И буду говорить только вот этот раз. Может, найдутся там десять. И сказал, не уничтожу ради десяти. И пошел Ашем, когда закончил говорить Аврааму, а Авраам вернулся на место свое, то есть куда-то там в район Хеврона. Значит, пускай вас не отвлекает вот это вот обращение Авраама, решился я говорить господину моему. Знаете, те, кто бывали на восточном базаре и разговаривали с продавцом, особенно если продается что-то, на чем нет ценника, и вещь какая-то такая серьезная, одежда какая-то, изделие какое-то ремесленное, то вот этот вот диалог с продавцом, когда он говорит, брат мой, только для тебя 500 шекелей, а ты ему отвечаешь, брат мой, клянусь Всевышним, это стоит 100 шекелей. И он говорит, нет, что ты, ты посмотри, как красиво, это стоит 350 шекелей, ну и так далее. То есть вся эта восточная цветистость, все эти вежливые обороты, которые употребляет Авраам, они являются обычным атрибутом вот такой вот базарной торговли, натуральной торговли за каждый шекель, который Авраам занимается со Всевышним. Это момент номер один. Момент номер два. Обратите внимание, что на все предложения Авраама Всевышний отвечает согласием. Ты сказал 50, пусть будет 50, ты сказал 45, пусть будет 45 и так далее, и так далее, и так далее. То есть Всевышний и Авраам меняются местами. Как бы Авраам садится в судейское кресло, а Всевышний стоит перед ним. И это Авраам принимает решение уничтожить с дом, если там не достанет десяти праведников. В чем здесь дело? Если мы вернемся снова в начало этого диалога, то мы увидим вот такую фразу. И Ашем сказал, скрою ли я от Авраама, что я делаю? А Авраам, будучи, будет народом великим и могучим, и благословятся в нем все народы земли, потому что знал я его ради того, чтобы приказал сыновьям своим и дому своему после себя, и хранили путь Ашем делать милосердие и суд ради того, чтобы привел Ашем на Авраама то, что говорил о нем. То есть, объяснить это можно следующим образом. Авраам – это надежда Всевышнего на распространение по земле знания Творца. И если уничтожение с дома пройдет, ну, так сказать, без достаточного обоснования, то потом, когда Авраам будет распространять знания о Всевышнем, народы земли могут, естественно, спросить, знаем мы вашего Всевышнего? Он устроил катастрофу с дому и, так сказать, просто так там уничтожил подряд всех живущих. Не хотим мы служить такому Всевышнему. Вполне естественно, ответ. И вот поэтому весь диалог предназначен для того, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть такого разговора. Чтобы уничтожение города с дома и его окрестностей в глазах всех живущих было вполне оправданным деянием. Что в этом действии заложена справедливость Всевышнего, милосердие Всевышнего и суд Всевышнего. Все это в одном действии существует. Тофт. Теперь давайте посмотрим внимательно на арифметику Авраама. Значит, вот арифметика Авраама. Значит, называются следующие цифры. 50, 45, 40, 30, 20 и 10. При этом Авраам надеется, что, а может быть, Всевышний, так сказать, ну, примет на веру, да, наверное, в доме есть какое-то количество праведников и откажется от его уничтожения. Значит, от 10 до 50. И тут важно вспомнить, что, согласно Танаху, вот этот вот погибший с дом, это на самом деле был не один город, что у нынешней южной оконечности Соленого моря находилось пять городов. И мы видим, что вот первое и последнее число, названное Авраамом, они в аккурат отличаются в пять раз. От 10 до 50. Речь здесь идет вот о чем. Никогда один человек не может существенно повлиять на жизнь социума. Значит, так же, как народ влияет на народ, и никогда один человек не влияет на иной народ, да, чтобы привести к исправлению народа земли, сначала Авраам должен стать народом великим, да, и вот сделаю я себя народом великим, и благословятся все народы земли, да. Не может просто сам Авраам своей проповедью изменить народы земли. Сначала он должен стать народом. На социум влияет социум. Значит, простая, простой ответ, почему цифры меняются от 50 до 10. 50 праведников в Сдомском районе означает, что на каждый город Сдом и его окрестности, Амора, Цуам там и так далее, приходится по 10 праведников, плюс-минус. 10 – это число очень важное. Ну, несколько позже, конечно, именно лет на 300 позже описываемых событий, когда мы уже во время исхода из Египта пришли в пустыню Паран и оттуда отправили разведчиков в Эрецк-Наан, то разведчиков было, как мы помним, 12 человек. При этом двое говорили о том, что земля хороша очень, надо туда идти и все такое, а вот 10 говорили, как сказано в Торе, распускали дурные слухи о земле Израиля. И вот эти 10 повлияли на весь наш народ, да, собственно, и на всю нашу историю, что мы не вошли в землю Израиля тогда, когда могли бы это сделать. 10, согласно Танаху, это та община, в истории с разведчиками она называется община злая, но здесь эта община, наоборот, должна быть праведная, которая может изменить жизнь. Ситуацию. Значит, 50 – это такая община присутствует в каждом городе района. 40 – такая община присутствует как минимум в четырех городах. Ну и если четыре города вполне себе изменятся и станут праведными, то пятый город может к ним присоединиться. Тогда, может быть, тоже его не следует уничтожать. Дальше речь идет о трех городах, о двух, и, наконец, о общине праведников, находящихся в одном городе. Но если в этом одном городе есть хороший пример для подражания, это община праведников, то, может быть, воздействие этого города на все его окружение сделает такую ужасную казнь, уничтожение городов сделает ненужным. Значит, это более или менее понятно. Возникает некоторое, ну, я не знаю, удивление относительно числа 45. Значит, 45 праведников имеется в виду, что в каждом из окрестных городов существует неполная община. Девять праведников. Да, вот не десять, а только девять. Но есть в Танахе такой принцип. Значит, если в Миньяне девять человек, и они находятся в данном месте, потому что выполняют некую заповедь, то Всевышний, видя их старания, присоединяется к этому Миньяну, как бы становится сам десятым, что вовсе не отменяет нашей обязанности для молитвы собираться по десять человек. Потому что в нашей жизни, в нашей ситуации, если у тебя не собралась Миньяна, здесь можно пройти до угла в следующую синагогу, и там наверняка Миньян соберется. Или пригласить практически любого проходящего по улице присоединиться к Миньяну. Так что у нас это не проблема. Вот. Но вот есть такая замечательная история с эпохи Второй Алии, история города Хадеры, которой эта местность носила арабское имя Аль-Хадр, значит, что в переводе на русский язык означает «зеленое». И это были для начала просто зелень, растущая на болотах. И вот в начале 20 века, в эпоху Второй Алии, там поселилась группа холуцин, пионеров, приехавших из Европы на освоение эрец Исраи. И пожив некоторое время вот в этой местности, они поняли, что это не красивая зелень, а это ядовитая зелень, что когда люди живут в этой области, то самое опасное, с чем они сталкиваются, это болотная лихорадка и малярия. И вот рассказывает история первопроходцев города Хадеры, что в Йом-Кипур, по-нашему сказать, 1903 года, большинство поселенцев, большинство холуцин в этой самой жуткой болотной лихорадке находились на койках. И, что называется, на ногах были только 10 человек, мужчин, которые, собственно, и начали молиться. Это был Йом-Кипур. Они начали читать молитвы, вечернюю, там, значит, колни-дрей и так далее, и так далее. И вот в середине Йом-Кипура из них один оказался на койке, его свалила вот эта вот лихорадка, их осталось 9. И они сказали друг другу, что мы здесь, потому что мы выполняем заповедь заселения земли Израиля. Значит, вот нас стало уже не 10, а 9, но наверняка, видя, что мы выполняем заповедь, Всевышний к нам присоединится. И они закончили все молитвы судного дня. И прошло еще где-то примерно лет 20, пока эвкалипты высушили вот эти вот страшные зеленые болота, лихорадка была побеждена, и город Хадера, он до сих пор замечательный город на севере Израиля. То есть вот о чем нам говорит цифра 45. Это 5 и 9. Вопрос, а почему нет цифры 35, 15? Нет, то есть не 35, конечно, здесь 45 должно быть, здесь должно быть 36, здесь должно быть 27, здесь должно быть 18, и здесь должно быть 9. Значит, число 45 праведников это некий модельный пример, который, понятное дело, мы с вами можем распределить и на всю остальную Авраамову арифметику. Ну, а теперь возникает вопрос, а чем замечательно число 10, и почему именно 10 становится таким вот показателем полноценного социума? Да, значит, разговор о десятичной системе отсчета прошу мне не предлагать в качестве ответа, потому что наша традиция прекрасно пользуется и другими системами отсчета, например, 12-ти ричные, и месяцев в году у нас 12, и можно было бы в качестве вот такого вот сакрального числа полноты социума использовать 12, да, а есть у нас еще важное число 7, число дней недели, а есть важное число 8, число дней до обрезания, и тем не менее мы выбрали число 10, ну, скорее, все-таки не мы выбрали, а вот это число 10 обладает какими-то такими особыми свойствами. И давайте подумаем вот о чем. Что такое вообще социум, да, людская община, человеческая община? Это, прежде всего, связи, возникающие между людьми, некие вот соотношения между людьми. Да, как в том старом анекдоте о двух евреях, которые оказались на необитаемом острове, и через сколько-то лет спасательная экспедиция, которая их нашла, обнаружила на этом острове три синагоги, да. Когда их спросили, зачем три, он сказал, ну как, вот в эту синагогу хожу я, вот в эту синагогу ходит мошка, а вот в эту синагогу ни я, ни он, ни ногой, да. То есть, вот между людьми возникают какие-то связи. Давайте посчитаем, сколько этих связей возникает. Значит, вот количество сочетаний между людьми с точки зрения математики, это, по сути дела, способ рассадить N человек на N стульях. Значит, если у нас есть два человека и два стула, то рассадить их можно только двумя способами, да. Значит, вот есть два стула, для простоты назовем там первый, второй или красный, зеленый, и вот один человек сидит на первом стуле, или он может сидеть на втором стуле, соответственно, второй сидит или на втором, или на первом. Существует два способа таких сочетаний. Если стульев три, то таких сочетаний уже шесть. Почему? Потому что один человек может сидеть на первом, втором или третьем стуле, и где бы он ни сидел, останется два стула для двоих. То есть три умножить на два равняется шесть. Если стульев четыре, то сочетаний уже может быть двадцать четыре. Один человек сидит на четырех стульях, остается три человека для трех стульев. Как мы знаем, они рассаживаются шестью способами. Итого двадцать четыре способа сочетаний из четырех человек по четыре. Значит, если говорить о группе из N человек, то число таких посадок будет равно N умножить на N без единицы умножить на N минус 2 и так далее, и так далее, а в конце концов умножить на единицу. Это число в математике называется N факториал. Значит, если мы посчитаем N факториал для числа 9, то мы получим 362 880 способов. Если мы посчитаем факториал для числа 10, то мы получим 3 миллиона 628 тысяч 800 способов расстановки. Прошу обратить внимание, что 10 факториал, чуть больше, чем 3,5 миллиона, это первый факториал, превышающий 60 умножить на 10 тысяч. То есть, вот это вот число 600 тысяч, оно в Танахе называется Шишим Рибо. 60 раз по 10 тысяч. Это самое большое число, которое мы в Танахе встречаем. И прошу отметить, что вот это число 600 тысяч, оно является для нашей традиции весьма важным. То есть, когда была перепись народа Израиля при исходе из Египта и при остановке у горы Синай, то каждый раз оказывалось, что число, ну, считали военно обязанных мужчин, немного превышало вот эти вот 600 тысяч. То есть, вот эти 600 тысяч составляют понятие Клаль Исраэль, община Израиля. И вот оказывается, что число сочетаний, возникающих в группе из 10 человек, оно превышает Клаль Исраэль. И поэтому, значит, ну, это, конечно, не доказательство, но это такое красивое математическое обоснование того, почему община из 10 человек может выступать в качестве представителя народа Израиля, например, при общении со Всевышним во время молитвы. Ну, и в порядке красивого такого примера я должен вам сказать, что когда образовалось государство Израиль в 48-м году, ну, а в ноябре 47-го года Организация Объединенных Наций приняла решение о разделе Палестины и образовании в Палестине еврейского государства Израиля. Так вот, в этот момент еврейское население, еврейский ишу в Палестины, составлял 600 с небольшим тысяч человек. Примерно столько же, сколько стояло у горы Синай. То есть, вот это вот Шишим-Рибо, это было очень важное число. Ну, есть еще один пример с Шишим-Рибо, когда Маше Фейглин в 93-м году делал демонстрацию по поводу протеста против соглашения Осло. Тогда, согласно полицейским, значит, вот, съемкам, на площади Рабина и прилегающих улицах собралось 600 с небольшим тысяч человек. И, согласно, опять-таки, отчету полиции, вот эти, в это время, пока шел вот этот вот митинг, организованный Фейглиным, во всем Израиле не было ни одного происшествия, ни одного дорожно-транспортного происшествия, ни одного хулиганства там, воровства или чего-то подобного. Вот этот сбор Шишин-Рибо, он имел очень важное значение. Спасибо за внимание. Готовы ответить на вопросы. Господа и дамы, вопросы? Да, если позволите. Да, Александр, мы вас слушаем. Да, да, спасибо. Доктор Линец, вас никогда не терзали смутные сомнения, как меня сейчас? Является ли этот текст, этот фрагмент спором между Авраамом и Всевышним? Вот мне почему-то кажется, что это не спор, а это риторический прием, который применяет Авраам, чтобы показать ценность праведника для Всевышнего. И вот вы сравнили с базаром, вот здесь в этом тексте, знаете, с каждым, так сказать, шагом торгов ценность праведника возрастает все больше и больше. от пятидесяти до десяти. И вот этот вопрос Всевышнему, неужели погубишь? Это риторический вопрос. Авраам знает на него ответ. И восклицание не подобает тебе, я его понимаю, не в смысле не делать так, а напротив, ты так не сделаешь, потому что просто не сделаешь и все. Спасибо. Вот у меня такое понимание родилось. Да, интересно. По поводу, можно вопрос? Нет, нет, секунду, был вопрос. Дайте ответить. Я думал, он не спрашивал. Нет, нет. На спинпонг. Да, смотрите, я вполне согласен с вашим мнением. Это вполне возможно и допустимый подход, так сказать, может быть и так. Но считаю, что мое мнение тоже имеет право на существование. То есть я вовсе не оспариваю ваше. Это относится к понятию семьдесят ликов Торы. Смотрите отсюда или смотрите отсюда. Окей. Но вообще в том, что сказал Александр, мне тоже кажется, есть как бы зерно, потому что действительно по поведению Авраама он ведет себя довольно пассивно в истории как бы с Египтом, с фараоном. В других случаях как бы непонятно, не вижу, чтобы была такая активная позиция, правильно? А тут вдруг такое решительное действительно немножко странно. Да, простите, тут я сейчас возражу. Значит, вот я обращаю ваше внимание, значит, Перек восемнадцатый, Пасук двадцать третий. Он начинается так. Ваегаш Авраам Вайонар. Так вот, слово Ваегаш это слово, которое имеет в иврите очень такую, как бы сказать, жесткую, решительную коннотацию. Я обращаю вас к одному из последних разделов книги Берешит, к разделу Ваегаш. Там вот и подошел Егуда к Йосефу, Ваегаш Егуда, и начал ему говорить, как же так, ты такой сякой, мы тебе привели Беньямина, а ты вот делаешь что-то и то-то, это плохо и все такое. То есть Ваегаш это не смиренная позиция, там подошел поговорить, а это как бы это по-русски сказать. Держновенный. Ну подступил, наверное. Подступил, вот напер на него. Держновенный. Вот Ваегаша Всевышнего. То есть понимаете, это... Подожди, но ты не отвечаешь, но ты как бы наоборот заостряешь. После этого сейчас мы будем разбирать Акиду. Ну козлас бы гораздо более близкая и важная и чувствительная ситуация. Авраам ни слова не говорит. А дело в том, что я прошу вас отметить, что во всей биографии Авраама он никогда не будет спорить относительно того, что относится к нему самому. И с тем же Авемеллахом он будет заключать Бершевские соглашения и отдавать ему все, что тот хочет. И против фараона он не будет выступать на тебе Сару и делай с ней что хочешь. Значит, и Ицхака он готов положить на жертвенник, здесь нет проблем. Это касается лично Авраама. А вот в ситуации, где можно говорить за других, за жителей из дома, за лота, за всех других, вот тут Авраам выступает круто, решительно и бескомпромиссно. Вот себя он готов да хоть в жертву принести, а вот других не замайкнут. Вот такой подход, как вам? Ну хорошо, окей, кто-то еще что-то хочет сказать? Я еще хотел спросить, ну понятно, Ваегаш приступил с дерзновением, все замечательно. Почему Авраам приступает, то есть он начинает, как говорится, за здравие, он с дерзновением приступает и начинает говорить халилля лиха я слово халилля это оно похоже на слово аллилуйя, да, халилля я как бы как бы понимаю его, как он его упрекает в ограниченности Всевышнего, но все равно он выступает с дерзновением, а потом уже так вежливо-вежливо пытается с ним беседовать. Почему он начинает так, как говорится, за здравие, а заканчивают уже с таким вот это интересно, как вы думаете? Ну, я пытался на это ответить, значит, вот когда я сказал, что по сути дела Всевышний пересаживает Авраама в судейское кресло, смотри, Авраам, вот ситуация, и решать тебе, нет, не я, не Всевышний, ты судья, вот как ты решишь, так и будет. Знаете, есть такой эффект в политике, что очень просто сидеть в оппозиции и критиковать действия премьер-министра. Вот здесь он сделал не так, и здесь он сделал не так, и это все неправильно, но как только в результате очередных выборов оппозиция превращается в правящую коалицию, так сразу оказывается, они уже сидят на судейском кресле, им решать, и оказывается, что делать приходится примерно так же, как делало предыдущее правительство, хотя те же люди, находясь в оппозиции, кричали, что нет, никогда мы так делать не будем, мы будем делать все по-другому. Понимаете, получается, получается, из из ведомого превращается в ведомого. В том-то и дело, и когда ты начальник, ты совершенно по-другому видишь ситуацию, и когда Арама посадили в судейское кресло, то он, да, действительно, ведь это плохо, а ведь если нет праведников, то надо уничтожать город. Сначала то он все хотел спасти, что, мол, Всевышний поверит, да, там есть какие-то праведники, не будем уничтожать город, проедем через эту ситуацию, а сам став судьей, он, по сути дела, сам выносит тот же приговор. Вариантов нет. Точно, точно, очень, очень на это похоже. У меня еще другая разговаривала. Авра, если можно. Я коротко разговариваю. Мы должны перейти к следующему этому. Сейчас, минуточку, я последний момент по поводу, я понимаю, как я вас раздражаю. Ну, потерпите. Дело не в раздражении, у нас есть некоторая рамка. Но мы больше времени транили на переполке. Вот, смотрите, по поводу того, что вы сказали, что Авраам ничего не хотел для себя. Это я с этим очень согласен, и он хотел только исполнить волю Всевышнего. То есть, он хотел ограничить прежде всего окружение, а потом уже заботиться о себе. Вот в связи с прививками, я часто слышу такое, что люди говорят, я должен сначала себя защитить, а потом уже защитить других. Почему люди так не говорят? Я в Израиле это слышу, что, ну, сказали бы, я хочу окружить, то есть, как Авраам. это вопрос про прививки, вопрос про прививки или про Авраам? Я обращаюсь к Юрию. Ну, мы все участвуем, я не пять вопросов. я же не это самое, я с ним общаюсь. Нет, мы общаемся вместе, Авраам, дорогой, про прививки в следующий раз, слеха, про прививки в следующий раз. Я хочу сказать, что есть приоритеты. Мы так же, как мы говорим о приоритетах, когда говорит, он был ведомый, а стал ведущим. Окей. Вот это то же самое. Окей. Мы с вами согласны. Замечательно. Все. Всем замечательное спасибо. Я как бы дико извиняюсь, я все время в роли этого самого стражника, но мы должны приделать некоторых грамм, что иначе мы как бы не успеем укладываться в нашу грамму. Все. Не надо, вы меня извините, пожалуйста. Авраам, нет проблем, но мы закончили сейчас эту тему, хорошо? Окей. Юра, спасибо огромное. Значит, мы плавно вот это мне кажется очень интересная статья Ханан Парата, которая называется «Хара двори Маэри». Было после этих событий. Он идет по как бы схеме, которая мне очень нравится, которую он обычно делает, которая заключается в том, что он берет сначала какую-то, может быть, даже фразу или какое-то предложение часть текста, которая не является центральным в глазах. Мы сейчас будем разбирать как бы окиду, и зачастую выпадает из поля зрения. Потом дальше проходит блок классических комментариев. Сейчас у нас будет Раш и Рашбам представляет их, и как бы в общем приходит к мнению, что его это не удовлетворяет. Дальше он приводит современный комментарий, современный в смысле Раба Кука, например, который он часто приводит, который берет совсем по-другому. Берет гораздо более универсально, гораздо более широко, и в конце обычно прибавляет еще что-то себя, дополняя эту модель. Вот мы в данном случае пойдем по этой схеме, я постараюсь, времени осталось немного, быстренько вам изложить, мне это очень понравилось. Итак, какой зачем? Зачем заключается в том, что если посмотреть на весь жизненный путь до Акеды Авраама, то мы видим, что вот это вот событие, то, что по-русски называется жертвоприношение Ицхака, Акида. Акида от Ицхак это некоторое, то, что называется Си, это пизга, это некоторая вершина его деятельности. И не зря это называется гора. Почему? Потому что есть как бы известная символика, как традиции или мудрецы относятся к праотцам, как бы ассоциируя каждого из них с определенной символикой и видением. Так вот, Авраам это гора. Гора почему? Потому что потому что в Акиде сказано усмотрит Бэа Рошэм и Раэ усмотрится. И вот эта вот идея о том, что Авраам это гора, а в скобках замечают, вы, наверное, это знаете, Ицхак это саде, то есть поле, вот, а Яков это дом. Ну, мы не будем, то, что я в скобках это более-менее как бы понятно, хотя тоже очень глубокие вещи, когда идем с Божьей помощью до этих недельных разделов будем это разбирать, но Авраам как бы это гора. Теперь дальше. Посмотрим, как предваряется вообще вся Акида. Вот именно эта небольшая фраза, которую мы постараемся разобрать, потому что она зачастую проходит как бы на одном дыхании, но на самом деле она как бы очень трудна для понимания, из которой можно сделать, и сейчас мы увидим, как это делается, очень далеко идущие выводы, а именно, что мы сейчас будем обсуждать. Сказано, И было после этих событий и Всевышний Элухим или Господь Бог испытывал Авраама. Значит, теперь смотрите, когда дальше идет как бы такое общее соображение, как это и звучит по-русски тоже, было после этих событий. По-видимому, по-простому смыслу речь идет о некотором историческом фоне, который предшествовал тому, о чем говорится сейчас. И мы хотим понять, о чем идет речь. Почему? Потому что как бы писание Тора, она сама по-простому, она не разбирает и не говорит, о каких событиях идет речь. То есть, если вам рассказчик рассказывает что-то и говорит, и вот было после этих событий, наверняка вы спросите, о каких событиях ты идешь, о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду. Но здесь этого нету. И это есть трудность, которую как бы классические комментаторы пытаются решить. Есть известные два подхода Раши, на одной ноге сейчас это скажем. Раши говорит так, одна, это известная, как бы он приводит якобы диалог, который мог иметь место между Сатаном и между Всевышним. И Сатан сказал Аврааму, вот послушай, ты, мол, так хвалишь или так высоко, такой высокий рейтинг у Авраама, что он тебя так любит, а ты знаешь, что от каждой сюгуды, каждой сюгуду, которую он делал, он тебе ни одной жертвы вообще не принес. На что ему Всевышний говорит, знаешь, ты же, если я у Авраама попрошу самое дорогое, что он получил, это Ицхака, принести мне жертву, он ни минуты не задумывается. Это первый вариант. А второй вариант, он такой, что был разговор Ишмаэль, что Ишмаэль говорил и как бы хвастался, и говорил, что мне сделали обрезание на тринадцатый день, а Ицхаку сделали на восьмой, поэтому как бы моих заслуг больше. И в ответ на это Всевышний устроил такое испытание. Ханан Парат, и, наверное, мы тоже скажем, что несмотря на то, что по идее это должен был быть Пшат, во-первых, это не очень похоже на Пшат. Почему? Потому что мы сейчас увидим, это не очень совпадает с хроникой событий. И второе, то, что мы чувствуем, что как-то идеологически это не могло быть. Ну, про Сатана еще как-то. Ну, про Сатана еще как-то. Ну, это выглядит как бы слишком техническое объяснение по отношению к такому грандиозному и такому, скажем, ну, суперэмоциональному героическому событию. Сейчас мы видим, какие проблемы были вообще перед Абрамом, насколько это вообще было суперневозможное для него мероприятие. И это не кажется как бы одно соответствующее другим. Итак, во-первых, смотрите, на иврите, как вы знаете, слово дворим, да, это слова. Но, с другой стороны, дворим, дворим, это и дела. И было после этих дел. И похоже, что в этом контексте, когда мы говорим про исторические как бы события, речь идет, по-видимому, не о разговорах, как это комментирует Раши, связывая дворим с разговорами с Дебуром, который был у Сатана, и с Дебуром, который был у Шмаэля, а речь идет про события реальные. Более того, то Ра подчеркивает и в таком очень жестком виде излагает и говорит, было после этих событий. То есть не просто события, а этих событий. И тогда становится еще более непонятно. И в эту рамку, в эту рамку это не укладывается. Кроме того, Хана Парад приводит еще очень интересное соображение и говорит о том, что есть такой подход мудрецов, общий подход, который излагается в Бишитраба, где говорится «ахар самух», ахарэй муфлаг. Что это означает? Вые ахар. Ахар – это самух. То есть речь, когда употребляется слово ахар, это означает, что речь – это события, которые не разделены по времени. Они находятся в смехути, рядом. А когда говорится «ахарэй» и было «вые ахарэ адваримэля», тогда можно предположить, что речь идет о каких-то событиях, когда были давно, а именно муфлаг. И поскольку здесь у нас написано «вые ахар», то опять же мы остаемся в недоумении. Почему? Потому что, по-видимому, речь идет о реальных событиях. И речь идет о событиях, которые реально предшествовали. И дальше. Очень интересное мнение Рашбама. Очень интересно. Очень жесткое, очень интересное. Он говорит вот что. Он, по-видимому, тоже не соглашается с Раши, что речь идет не о Дебурим, а он прогревает действия. Но какое действие? И выкладывает очень жесткую концепцию. Какую? Он говорит. Он утверждает, Рашбам, что какие здесь двори, о каких событиях идет речь. Речь идет о событиях, о событиях, о заключении Брита-союза между Авраамом и Авимелохом. Более того, если вы посмотрите в текст этого союза, там сказано, что Брит не только между мной и тобой, между Авраамом и Авимелохом, а между нашими детьми. И тогда Рашбам выстраивает такую концепцию, что как будто бы Всевышний пришел, если можно так, с претензиями к Аврааму, сказал ему, как ты можешь заключать завет, как бы обезопасивая себя с Авимелохом, и более того, даже говоря, что ты будешь полагаться на этот союз, который должен обеспечить безопасность твоих детей, когда ты знаешь, что вся твоя безопасность должна быть от меня. И поэтому он ему говорит, ты понадеялся на вот этот союз, который будет гарантом безопасности тебя и твоих детей, так вот я тебя сейчас приказываю, что ты будешь делать? Если я тебе сейчас скажу, принести своего единственного сына в жертву. Ну, Ханан Парад пишет, что это совершенно, как бы, ну, чудовищно жесткое обвинение, и как бы трудно себе предположить, что действительно, действительно, Аврааму вся, вся кида, она была за то, что он заключил БРИ. Кроме того, он подчеркнет еще одну вещь, которая тоже трудно соединяется. Почему? Потому что, если это все построено только, но, как бы, на наказание в кавычках или без кавычках Аврааму, непонятно, каким образом Авраам получает благословление после, как бы, событий или испытания, которое было после него, которое по Рашбаму для него было просто наказание. Почему? Потому что, в конце, потому что после этого сказано, и благословятся в потомстве твоем все народы земли, да, и как бы совсем непонятно, непонятно, как бы, откуда могло быть вообще, как бы, как Аврааму получить благословление за, если это было только наказание. Поэтому это тоже не подходит. Тогда, Ханан, это у нас было Раши, у нас был Рашбам, теперь Ханан Парад делает как бы следующую, ставит веху в своей, как бы, модели доктрине. Он говорит, похоже, что выражение Ахара Дворимаэля говорит, что, по-видимому, все-таки речь идет о событиях, которые не надо рассматривать, о том, что они происходили в ближайшем по времени, они были, следовали непосредственно перед Акидой. А надо разбирать, надо это рассматривать в контексте всего происходящего Саврама. Это нам говорит, что можно понять это так, что Писание нам хочет сказать, после этих событий или после этих вещей имеется в виду все предыдущие испытания, которые прошел Аврам до Акиды. Причем это тоже есть такое мнение, которое выражено в Медраж Танхума и говорит, что есть связь текстологическая между первым испытанием и последним испытанием. первое испытание у нас это Лех-Леха. И если посмотреть как бы Лашон Хазар очень красивый, как они пишут, пишут так, Несайон Решон Белех-Леха, Несайон Ахарон Белех-Леха. Первое испытание выраженное в Лех-Леха и второе, и последнее испытание выраженное в Лех-Леха. Несайон Решон, когда сказано, пойдешь ты в землю, которую я тебе покажу, Эля-Арет-Сашире-Ар-Эка, Ани-Сайон Ахарон последнее испытание, когда сказано Аль-Эхата-Арин на одну из гор, про которую я тебе скажу, Аширо-Майлах. Окей? Вот это уже где-то последнее, как бы больше называется Миткабелла-Дат, больше как бы может в общей совокупности грандиозности Акеды и всего соответствия еще, как бы это принимается, что это кажется, более близко к общему пониманию. Но теперь посмотрим дальше. Следующая ступень. Следующая ступень это, как это объясняет Раф Кук в зале. Очень интересно. Раф Кук, он как бы мархив, он расширяет еще дальше, то есть говорит не про события, которые непосредственно следовали, а именно предыдущие испытания Авраама, а он вообще, смотрите, как грандиозно он говорит, он говорит так, что надо понимать, в Иеахарат-Варимаэле речь идет не только, не только, но и включает, не только про этого праведника, имеется в виду Авраама, и все, что прошло у него до сих пор, то есть вся жизнь Авраама делится на две части, до Акеды и после Акеды. Но он более того говорит, он говорит, что вообще со дня сотворения мира и пишет и что вообще речь идет о всем, что произошло со всеми существующими до этого момента. То есть Раф Кук рассматривает Акеду в некотором вообще грандиозном и планетарном масштабе и говорит, что это событие оно как бы осветило всю историю человечества. Человечество до Акеды оно было, скажем, на одном уровне, а после Акеды оно перешло на другой уровень. И поэтому, поэтому Турак говорит о Харатваримаэле передача о каком уровне объясняет Ханан Парат может идти речь. А если мы посмотрим, но это как бы сейчас известная вещь, но я их повторяю, потому что для как бы иллюстрации общей общей направления мысли или хода рассуждения. Всем совершенно понятно, что то, что потребовалось сделать от Авраама было не гудмухлат называется, это было совершенно абсолютное противоречие всему тому, что для него было не просто ценно, а всему тому, что для него вообще имело какое-то значение всего его как бы жизненной позиции. То есть он его Всевышний заставил сделать то, против чего он должен, было бы немыслимо с его точки зрения. Начиная с как бы практически точки зрения. Почему? Потому что ему было сказано, что в Ицхаке, в этом потомстве, то есть в Ицхаке у тебя будет потомство и продолжение. И это было ответ Всевышнего на то, что Авраам сказал, что вообще ты, конечно, все хорошо говоришь, что у меня будет это, у меня будет эта земля, а что все это стоит, если у меня потомства нет? И тогда ему было сказано, понятно, что если уничтожается Ицхак, приносится в жертву, то как бы это не только личная трагедия, это трагедия национальная, то есть ни о каком народе речи быть не может. Теперь дальше второй момент, момент как бы идеологический. Авраам был тот, который со всей силой как бы противостоял идолопоклонству и его крайнему выражению человеческих жертв. То есть понятно, что это было несовместимо с его идеологией, несовместимо с его подходом к мире. Кроме того, Авраам это хесед, Авраам это милосердие, человек милосердный. Нам только что Юра Лениц объяснял, как Авраам, и мы знаем, он вступился за стол. То есть это было совершенно немыслимое мероприятие, немыслимое испытание. Теперь дальше соединяем это с Раум Куком. А как изменился мир? А мир изменился так, потому что Авраам показал всему миру какой может быть уровень, я хочу сказать самопожертвования, в каком-то смысле и самопожертвования. Но прежде всего пожертвование и самопожертвование. Совершенно немыслимый для как бы нормального человека. То есть до 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 Акеды мир себе не представлял, что человек может идти на такую вещь, что он может такую вещь сделать ради веры, ради веры во Всевышний. Ханан Парад про это, кстати, не пишет, я скажу в скобках. Мне пришло в голову, хотя это тоже очень тяжело, и сейчас мы как бы тяжелые вещи обсуждаем, но вот в каком-то смысле гигантская непостижимая трагедия, катастрофы, это не один раз я слышал, что это сравнивается с Акедой Ицхака, жертвоприношением Ицхака. В каком-то смысле немыслимость Акеды, она ну не то чтобы ассоциируется, но она параллельно, парапараллельно немыслимости катастрофы. Окей? Теперь смотрите, последнее, да, и вот это вот очень интересно, мне это очень понравилось. Теперь смотрите, вот последнее, то, что осталось, это то, что продолжает Ханан-парад. Мне кажется, очень интересно, очень интересно, в чем это заключается. Он проводит такое интересное, то есть он идет еще дальше Рабакука, если так можно сказать. И он развивает как бы универсальный, универсальный подход. И что он говорит? Смотрите, одной из посуд, который Дуа-Кидей, который выражает как бы всю концепцию деятельности Авраама, это посуд, который говорит, Ваита, Эшель, Бебеэр Шава, Ваикра, Шамбешем, Ашем, Эль Олам. И сказано, и насадил, да, на Тиот, это посадки, насадил Эшель, Эшель, это как бы такое специальное дерево, не очень понятно, о каком деле идет речь, но как бы Эшель называется, в Бершеде, и призывал там именем, а вот дальше, имя очень интересное, Эль Олам. Это очень поразительно. Ханан, правда, утверждает, так оно и есть, что это вообще ехуди, что это уникальное место в Танахе, где написано Эль Олам. Эль Олам, бог всемирный, бог вселенский, как угодно, Эль Олам. И дальше, он разбирается, ведь очень интересно, это в качестве, как бы, курьеза, скажу, насколько современный еврит, он пересекается. Те, кто были в Израиле, там, в гостинице были, или были в молодежных, не постоялых дворах, а молодежных, есть такая специальная сеть, очень дешевых, а, турбаз, ну, типа турбаз для молодежи, называется Ахсаниот Нор. Кроме того, если командировочный куда-то ездят, например, вот очень часто употребляется выражение Эшель. Кстати, кто-то знает, что такое Эшель? Вопрос. Аврам, что такое Эшель? Человек в командировку, в командировку. Он берет с собой снова Эшель. Что такое Эшель? А, Эшель, да, кстати. Да, да, он берет с собой снова Эшель. Окей, Эшель, Эшель, подсказка, это Рашет и Вор, это заглавные буквы, трех слов. Каких слов? По-видимому, никто не ездил в командировку в Израиле, значит, все бы знали. Эшель, это командировочная, только-только, в израильском варианте. Эшель, Алэф, Охель, еда, Шин, Шина, Спанье, или проживание, Охель, Шина, Лина. Немножко я тут забыл сам, но близко к этому. Охель, это еда, Шин, Шина, я думаю, Спанье, но получается Эшель, Лина. Ну, хорошо, немножко запутался, но посмотрите. Во всяком случае, это три вещи, которые определяют, определяют пребывание человека. У меня просто получилось, что Шина и Лина, это одно и то же. Лина, это точно Лина. Шин, скорее всего, Шина. У меня Роща написано. Не-не, это бы Седер, но в современном, видите, если вы напишите... Может быть, ног, это ночевка. Не-не-не-не-не-не. Если вы посмотрите, Эшель, как расширить его, то увидите, что... А, вот, Ахилаш, Тияв, Лина. Слиха. Рафханан поэт пишет. Ахилаш, Тияв, Лина. Ночевка. Лина, То есть, это еда, питье и проживание. Это то, что командировочный. Лина, Лина, это Лайла, то есть, ночевка. Ну, понятно, да. Поэтому, когда человек куда-то едет, то ему возвращают вот этот самый Эшель. Окей? Это по-русски называется командировочный. Теперь дальше. И, по-видимому, по-видимому, как бы Медраж говорит, что в данном случае Эшель говорит о том, что это было не просто дерево, которое вот так называется, роща, которая называлась таким вот библейским именем Эшель. А речь идет о том, что Авраам, он как бы оказывал своим гостям как бы пять звездочек, да, давал им полный Эшель, да, но при этом, при этом он их призывал, призывал Элилам. Как это тоже известно, то есть, он их кормил, поил, а потом они как бы вместе читали Берхатум Азамбул за ним после еды, да. И здесь он проводит Ханам Параб мне кажется, очень интересная вещь. Он говорит, что смотрите, Эшель, это как бы очень бытовые, очень земные вещи. Вообще, как бы гостеприимцы это одно из выражений, ну, как бы параметров самого, ну, такого кандового человеческого существования. Другое, Акида, Акида, это нечто самое высокое, заоблачное, то, что, вот мы пытались как-то объяснить, которое понять вообще как бы невозможно. Но то, что Авраам после вот такого самого высокого спускается на землю и призывает к Эль-Олам, соединяя земное и соединяя самое жертвование, вот это очень интересно. Ну, и последнее, то, что говорит Ханан Параб, это как бы вещь тоже, которую трудно понять. То есть, он говорит, что несмотря на то, что все объяснения, которые мы пытались привести, начиная с фактических комментариев, Раши, Рашбам, потом показали, привели Равкука, Заль, да, и он вот приводит свое про Самэши, тем не менее, он заканчивает такой скромной ноте и говорит, что понять до конца, что было в этом, что было в этой, что было в Акиде и что реально подразумевается под словами Ахара Дварима Эли после этих событий, это невозможно. Но в любом случае, в любом случае, можно сказать, что Абрам показал, он пишет даже здесь слепое, Ивер, он показал, в каком-то смысле человек сто процентов полагается на Всевышнего, по-русски можно сказать, слепо полагается на его волю и выполняет сто процентов то, что от него требуется, не задавая никаких вопросов. Ну и при этом, заканчивая все это, говорит, что мы должны как бы с достаточной скромностью пытаться понять Акиду и пытаться расшифровать, что означает Ахара Дварима Эли, потому что для нас очень тяжело или вообще невозможно понять, что реально при собой представляло это событие. заканчивая, могу сказать, что мне лично вот то, что сказал Раф Кук в каком-то смысле это очень сильно о том, что мир он делится на две части по времени до Акиды и после Акиды. И это в каком-то смысле в каком-то смысле по-видимому сочетает, сейчас немножко перескакиваю, я думаю, Гриша и может быть остальные, которые были на лекции Димы Давида Капельовича, когда мы вчера рассматривали мифы и выход из Египта и у народа накопилось как бы было начало дискуссии, которое, надеюсь, мы продолжим за круглым столом о том, что такое миф, что такое реальность, какую роль играет миф, а было ли это на самом деле так дальше. В данном случае это то же самое. Не хочу сказать, что миф миф, он имеет некоторую отрицательную коннотацию в рамках того, что мы изучаем, правильно? Но вот скажем, не миф, а прообраз Акиды это огромный символ, который превращается в реальность. И та реальность, которую на протяжении двух тысячелетий, включая сегодняшний день, проявляют еврейский народ, и не только еврейский народ, праведники народов мира, совершая совершенно непостижимые с точки зрения обычной человеческой логики дела, спасая других, можно сказать, что они коренятся в Акиде. Окей. Ну, вот как бы это то, что я на одной ноге как бы пытался рассказать, сообщить. Если у кого-то есть какие-то вопросы, соображения, пожалуйста. Можно. Немного соображений, но я... Сейчас, Авраам, одну секунду, Гриша еще не говорил. Да, Гриш, мы тебя слушаем. Да, спасибо. Просто вот пришло в голову, ведь в Акиде участвовал не один человек, участвовал Ицхак, и он уже был не ребенок. В конце концов, грубо говоря, он мог убежать ради спасения своей жизни. Я понимаю, конечно, восток, послушание, но тем не менее. И, может быть, действительно, это вершина. То есть, предыдущие события в жизни Авраама, которые его сын видел и на которых он воспитался, Ицхак, привели к тому, что они совершили это вместе. А то, что они совершили это вместе, это доказывает, что Авраам действительно достоин быть отцом народов, если он оказался быть достоин отцом такого вот сына. Смотри, ответ – да. Кроме того, я не знаю, наверное, ты знаешь, как и другие знают, это очень известная вещь, о том, что есть Медраж, который говорит, что если вы прочитаете текст Акиды, там буквально несколько фраз, когда Авраам идет с Ицхаком. И там общая коннотация такая, что они идут совершенно послушно, доходят до некоторого места, Авраам спрашивает тех, кто идут с ним, Ишмаэля, по-моему, и Элиезера, что они видят, и они говорят, ответили, мы ничего не видим, и он понял, что то, что он видит, он видит ту гору, на которую он за день не видит, и он им говорит, оставайтесь здесь. Там написано, что они оставились с ослами, и Медраж говорит, что у них понятие было на уровне ослух. Они не видели то, что видел Авраам. Авраам понял, что дальше он должен идти с Ицхаком. А вот дальше есть несколько фраз, которые коннотация такая, что Ицхак идет молча, он полностью доверяет. А есть Медраж, который разбивает несколько фраз между Авраамом и Ицхаком на целый большой диалог. Там есть Сатан, который все время говорит Ицхаку, и он говорит ему, пытаясь его, как бы, называется, лидарбен, пытаясь его, как бы, настроить против Авраама, и говорит, значит, твой отец сошел с ума. Куда он идет? Ицхак пытается ему что-то ответить, а Сатану приводит логику. Он говорит, посмотри. Да, Ицхак ему, говорит, он идет на жертвоприношение. Он говорит, какое жертвоприношение? Он не берется, нет животного для жертвоприношения, он хочет тебя зарезать. И так дальше он с ним продолжает. Более того, когда они доходят, там до речки должны перейти, то река, как бы, Сатан делает так, что река поднимается, и они буквально не могут пройти, то есть они не могут. И когда они вступают настолько, что вода как бы закрывает их губы, тогда Сатан видит, что он ничего не может делать, тогда он вступает. То есть как бы заостряется вся ситуация. Если она не просто так была, она была еще более жесткой. Ну вот как бы так. Окей. У меня есть несколько минут? Да, пожалуйста. Если только секунду, сейчас, Абрам, я дико извиняюсь. Секунду. Кто-то что-то хочет сказать? Когда вы будете эту главу будете разбирать, тогда я буду. А кто-то еще что-то хочет сказать? Идея в том, что как бы большинство участников участвовало. Вопрос. Хорошо. Как ты думаешь? Вопрос. Как ты думаешь? Значит, почему написано, что Абрам выполнил все повеления вечного? Но почему ведь он не зарезал? То есть ему в понимании Абрама он должен был его зарезать, но он его не зарезал. Каким же образом он выполнил это повеление? Хорошо. Я услышал вопрос. Вообще я предлагаю делать такую вещь. Да, я услышал вопрос. Какое было повеление? Я услышал этот вопрос. Я предлагаю вообще сделать в рамках наших обсуждений. Я понимаю, что у нас у всех есть много соображений. Наверное, все-таки правильно прежде всего задавать вопрос по теме изложенного. То есть прежде всего понять, попытаться понять, что было сказано и как бы заработать эту тему, а не начинать что-то такое новое. Это тоже как бы можно делать. Ну, правильно? Ну, это то же самое. Ты же тоже говорил о том, что повеления были, Авраам выполнил все повеления. У меня вопрос. Какое было дано ему повеление? Принести в жертву? Зарезать его? А он его не зарезал. Так, получается, Авраам не выполнил это повеление? Да, не выполнил. Окей. Ничего подобного. Выполнил. Знаешь, Авраам, я понял. Я хочу, я поспорю, потому что... Не, 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 сейчас, не, 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 не надо спорить. Я объясню, почему он... Авраам, 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 Я объясню, ты дай мне объяснить. Авраам, Авраам, секунду, вы меня слышите? Меня слышите? Одну секунду. Вопрос. У кого-то еще есть... Тебя здесь слышишь, только ты никому не можешь, ты мне не даешь сказать. Авраам, секунду, я вас услышал. Вы говорили очень много, может быть интересно. Я хочу узнать, если у кого-то еще есть соображения. Все легитимно? Окей. И дальше. Иннатан, меня слышно или нет? Да, да, я вас слушаю. Значит, я отвечу Аврааму, он выполнил, потому что ангел остановил его, а он сделал все, что нужно. Это первое. Теперь второе, то, что я хотел сказать, просто... Он выполнил, скажи, Эмиль. Авраам, 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 у нас сейчас Эмиль ответил. Он занес, все, хотел зарезать, но ангел его остановил. Ангел схватил его за руку. Он хотел зарезать, но ангел ему не отдал это сделать. Он должен был зарезать? Авраам, Авраам, ну я прошу. Почему он должен был зарезать? Это что, кодекс строительства коммунистов? Мало ли какого ангела ему не говорить, не обидел. Ангел Всевышний сказал, Всевышний его остановил. Что тут непонятного? Всевышний дал ему это сделать. Все. Он хотел это сделать всей откровенности всей. Получается, что он не выполнил, не выполнит. Авраам, Авраам, но я еще раз говорю, если вы не будете... Эмиль, одну секунду. Эмиль, одну секунду. Авраам, дорогой, мы очень рады, что вы к нам снова подсоединились. Если вы будете мешать мне проводить занятия, то я буду выражен вас выкинуть отсюда. Так невозможно. Вам ответили на вопрос. У нас сейчас нет диалога между вами и Эмилем. Вы задали вопрос. Мое заменение. Никто не помогает. Авраам, вы молчите сейчас. Ну все, либо я вас просто выкину. Я вам говорю прямым текстом. Вы подумайте, потом вы скажете. Еще раз. У меня есть ответ. Ваш дракш меня навел на мысль в сравнении с США, что какой-то смысл этой киды действительно может быть заключался в том, то есть не непосредственно так напрямую проводить такую длинную историческую параллель, а вот в том, что Авраам как бы живет уже хорошо после этих событий. То есть все, казалось бы, он заключил мир и все. И вот он живет, и растет сына, и вот у него будет потомство. Но здесь был посыл Всевышнего, который заключался в том, что не в этом, как бы не в том, просто, чтобы размножиться народ, и он будет жить счастливо, и он будет преуспевать, и все будет хорошо. не это цель Всевышнего. Что цель Всевышнего, это евреи, которые должны быть залогом исправления мира. И в этом смысле он как бы дает Аврааму понять, он его приближает к самой, кстати, к этой черте, что объяснить, что вот ты думаешь, что вот все, вот у тебя есть сын, и все, и потомство. Нет, дело не в этом, что есть что-то большее, чем просто Я согласен. Я согласен. Я согласен. И поэтому евреи, то есть США, США, это связано с тем, что евреи являются залогом, как сказать, другого мира, да, и поэтому это переворот, как бы в мире тоже, да, вот эта кида, да, что он показал, что есть как бы, ну, потом христиане, кстати, этому подражали, вот они как бы использовали это в распятии, да, то есть эту же идею, в конце концов, да, но на самом деле эта идея впервые была сделана именно вот Авраамом, но она не сделана была так жестоко и все, как это в других религиях, да, вот, то есть это залог того, что не просто в бытовом счастье смысл того, что Авраам будет делать, значит, и свой народ. Ну, это так, смотрите, Эмилия, это так и не так, потому что там тоже все-таки было сказано, и сделают себя великим народом. то, что вы сказали, что, а, нет, это сказала предыдущая, рада, что это есть условия, значит, для того, чтобы потом мир изменился, то есть чтобы нужен, для этого нужен социум, для этого нужен народ, то есть народ, это не цель, а средство. Мне кажется, что в этом Всевышний, как бы хотел показать, что это как бы, я думаю, что Авраам как бы понимал это даже, мне кажется, сам по себе, то есть он понимал, что он ждет какого-то, какого-то нового знания, какого-то нового посыла, что он понимал, что это все не просто так, и то, что ему Всевышний обещал про Исхака, и все, что он просто не понимал, что происходит, он не понимал, в чем именно. Я согласен. Вот это испытание, оно вывело на другой уровень, и то, что Исхак оказался как бы на жертвеннике, это символ того, что вот, значит, это высшее приближение к Всевышнему, то есть он фактически уже... Я согласен. Я согласен. Это смысл еврейского народа. Я согласен. Мне кажется, что может быть даже это в каком-то смысле продолжение, потому что мы читали про Брит Бен Аптарим, правильно? Завет между разъясненными половинами, когда в ночном видении Всевышний, после того, как Лот отделился от Авраама, Всевышний показывает будущую историю и говорит о том, что знает, что рабами будут дети твои в Мисраиме, и будут имя очистительство и так дальше. В каком-то смысле, да, я согласен с тем, что Акида – это тоже какое-то показание Аврааму и Цхаку, ну, я не знаю, жертвенной роли или еврейского народа для остального человечества. Ну, не жертвенная, а цель его. Его цель не просто размножиться и быть большим народом, а его цель, значит, взять на себя исправление мира. Да, ну, окей. Кто-то что-то хочет сказать на тему того, что сказал я, на тему того, что сказал Эмиль? Можно я чуть-чуть скажу? Да, нет проблем. Значит, у меня вот какое соображение, оно для меня лично, принципиальное. Вы сказали, что никому в голову не могло прийти, что можно, типа, до такой жертвенности дойти, чтобы пожертвовать своего сына. Но ведь в те времена было вот это идолопоклонство и детей приносили в жертву. Да, я тоже про это думал. Вот. И как бы в религии Авраама Авраам не приносил таких жертв, таких жутких жертв. И тут Всевышний его проверяет, он ему говорит, что, а сейчас я тебе скажу, принести в жертву своего сына. Ты настолько сильно веришь в меня или нет? Да, да, да. И вот это вот показание того, что, показатель того, что вера Авраама и Ицхака, она была не слабее, чем вера у тех, кто делает его дазара. Вот. И потом, мне кажется, еще один очень-очень важный момент здесь, на этом моменте, которого, может быть, не было, наоборот, в предыдущих религиях, это запрет приносить человеческое жертвоприношение. И вот это великое, то есть вот это, мне кажется, самый великий урок здесь, который показывает, что да, мы находимся, ну, мы, скажем так, как потомки Авраама и Ицхака, на таком высоком уровне, что да, готовы принести в жертву своих детей, но нам запрещено это делать. И вот это, мне кажется, один из очень важных уроков нашей главы. Да, я полностью согласен. Мне тоже приходило это по 100%, конечно, про культ Молоха и так дальше. Да, но поэтому эта вещь, она, которую, Акиду невозможно как бы понять, поскольку она вся, вся совершенно проблематичная и совершенно непостижимая с точки зрения какого-то логики мировоззрения Авраама и тому, что ему было сказано до этого. Поэтому вот то, что Ханан Парад говорит после этих событий, это как бы, мне кажется, с точки зрения детективной, это во всяком случае, как бы, ну вот, понятие, это очень интересно. Мало того, что это какое-то событие грандиозное, непонятное, более того, еще, что она была после каких-то событий. А какие события? А этих событий не говорится. Да. Да. Окей? Да, спасибо. Ну вот, как бы, на одной ноге, да, и вот это вот, мне кажется, Шифр очень правильно сказал, потому что тут тоже, как бы, получается такая вещь, что, как бы, действия, которые по внешнему параметру очень похожи, это такая чудовищная вещь, как приношение в жертву детей, казалось бы, это пик идолопоклонства, это пик, против чего был Всевышний, против чего был Авраам. И в то же время Авраам делает то, что по внешнему виду оно практически совпадает. Как такое может быть? Я как раз хотел и объяснить, но вы не хотите слушать. Ну, мы вас слушали бы с Авраамом. Окей. Погу сказать или нет? Почему? Дело в том, что слово «оля», да, поднять его надо. Вечно ему сказал, Аврааму, только поднять. То есть, то, что он сделал киду, это стало достаточно. Но это один из комментариев, мы не понимаем, но что? Да, а то, чтобы зарезать, он ему не сказал. Это один из комментариев, это не по прямому смыслу. Я могу объяснять тем, что... Не, не надо, не надо. Авраам, Авраам. Когда Эвель принес, он не принес Оля, он принес Матана. Авраам, еще раз, я услышал, мы услышали, я объясняю. Нет, все просто. Если вы нам хотите сказать 2х24, что Авраам неправильно понял, я против этого, это не так. Но есть действительно, есть комментарий, который говорит, что Ола имел в виду, что будет... Я могу объяснить, почему он не принес? Не надо, но мы слушали уже, мы поняли, Беседов, Савава, ну, нельзя, нельзя занимать вместе. Ты же не понял, ты просто говоришь... Авраам, выкину и заседание. Авраам, выкину и заседание. Ну, понимаю? Все? Окей? Я прошу прощения за... Не превращай, не превращай в христианское собрание. Натан, можешь нас... Да, пожалуйста. У меня один вопрос. У евреев Третьей Синагоги. Вы когда говорили, что вот как бы мир разделился до Акиды и после Акиды. Да. Не кажется ли вам, что мир точно так же разделился до катастрофы и после катастрофы? То есть Акида в каком-то смысле, вот, ну, не про образ, наверное, так нельзя говорить, но в каком-то смысле. Да, смотрите, я опять, как бы, люди, участвующие в нашем частном заседании, могут ответить. Смотрите, я могу сказать просто по, как бы, актуалии, только что приезжала Меркель, правильно? И это еще раз говорит, то есть, с одной стороны, с одной стороны, совершенно непостижимо, что немцы делали. И мы все внутри этого. И те, кто живут в Израиле, они все время из-за родственников, которые погибли, из-за мемориального комплекса Яд-Вашема, из-за того, что эта тема, она все время так или иначе все время звучит, все время звучит в Израиле. С одной стороны, когда ты видишь Меркель, когда ты видишь других немцев, и когда ты слышишь о том, что вообще Германия, это не самая грустная европейская страна, невозможно понять, как точно так, ну, где-то как точно так же, невозможно понять, каким образом была Акида. Невозможно понять. Так что я с вами совершенно согласен, сто процентов. Спасибо. Окей. Ну, хорошо, дамы и господа, я рад, что мы поучаствовали и как бы обсуждаем такие очень серьезные темы. Я дико извиняюсь, если я на кого-то как бы наезжаю. Ну, Авра, я знаю, как бы не первый год, и с этим мы с ним договоримся. Просто надо держаться в каких-то рамках, иначе это превращается в просто балаган. Окей. Хорошо, мы на этом заканчиваем, правильно? Спасибо. Все отдаем.